Система вытрезвителей в России была упразднена 8 лет назад. Отличество преступлений, совершенных пьянами, выросло почти на 35%. Ежегодно в России гибнет свыше 50 тысяч человек по причинам, связанным с алкоголем. Из них до 10 тысяч замерзает на улицах. В Акасии каждое четвертое преступление происходит по пьянке. Законопроект предлагает закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения. В отрезвители будут работать на основе государственно-частного партнерства. Пребывание там обойдется около 2000 рублей в сутки. Доставлять нетрезвых будут полицейские. Медик не может на улице остановить человека и его изолировать. Это делает только МВД. Это их функция. Они их привозили. В этом учреждении был медицинский работник, который освидетельствовал, нужно ли данному гражданину оказывать медицинскую помощь или просто нужно ограничиться определением степени его опьянения. Единственное, что стоит подумать, вот с наркоманами. Потому что там, я так понимаю, в проекте сегодня еще и наркоманы замешаны. Как отмечают разработчики документа, подобные заведения уже существуют в ряде регионов. Процесс их организации не закреплен в законе. Потому сотрудники полиции самостоятельно решают вопрос о том, куда доставлять нетрезвых. Новые правила предусматривают возможность распределения таких граждан даже без их согласия в спецучреждения. Жители Хакасии в целом не против. Как русский народ пил, так он и будет пить. В любом случае, хоть так какой-то людям, чтобы не замерзали. От этого никуда не денется. Так что, мне кажется, что все равно надо, конечно. Там они одумаются хоть и, может быть, как-то поменьше будут пить. Это что-то будет за счет людей. Зачем оно надо, я не знаю.